Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас приехал мандарин кинг, опять же не успеваем, поскольку не успеваем, уже много что выезжает, отправляется, то есть все что остается я снимаю, поэтому не все экземпляры, все что сейчас представлено в свободной продаже это мандарин кинг, 20 горшок, грунт очень легкий, торфококосовый субстрат с добавлением удобрения Ускар Тинтери, невысокий штамп, это у нас вал камериана, Это привита на вал камериану, высотой все разные, от 35 до 60 см, вот такие прививки приезжают, они абсолютно все разные по размеру, почему мы ориентировочно выставляем средний идет 30-60-70, потому что каждый экземпляр он индивидуален, и сложно сказать какой из них будет какой высоты. В Европе высота растений считается от низа горшка и до самой наивысшей точки, поэтому мы выставляем по европейским стандартам. Итак, мандарин кинг, у него есть несколько названий, кинг тангор, тангор кинг, ретикулята кинг бланка, кинг оф сям, мандарин кинг, королевский мандарин, опять же таки много-много названий. Сорт очень известный в разных странах, и в разных странах носит разное название, встречается и в Китае, и в Тайване, и где только он не встречается. В Индокитае, опять-таки же, откуда появился сорт, неизвестно. Но сорт действительно потрясающий, действительно потрясающий. Почему? Потому что он достаточно компактный, растение действительно очень компактное, аккуратное, скажем, можно сказать, что карликовое, поскольку оно, видите, не совсем большое, очень аккуратное. Растет в основном вверх, ветви направлены вверх, цветет безумно, обалденно, классно, а плоды у него действительно потрясающие. Потрясающие, почему? Потому что они очень-очень крупные, очень хорошо чистятся, мясистые, сладкие, очень вкусные, очень сочные. Да, есть попадаются семечки, но сорт божественный, действительно королевский, и поэтому он достойный внимания, соответственно, мы, конечно, про него сейчас все вам и расскажем. Сорт был завезен в Соединенные Штаты в 1880 году, из Японии в Соединенные Штаты, был привезен в питомник Риверсайт, Калифорния, всеми нами известный. Сорт из Японии привезен в Соединенные Штаты в 1880 году. Обалденный, классный, невероятно вкусный. Растение, как я уже сказала, компактное, видите сами, аккуратное, средних размеров, опять же скажу, что средней силой роста, можно даже сказать, части карликовая, имеет прямо стоячую форму развития. Ветки направлено растут вверх, вот мы видим даже молодые приросты, причем он как-то даже самостоятельно формируется, видите, то есть идет разветвление самостоятельное. С относительно небольшим или большим количеством веток. Ветки средние, плотные, достаточно толстые, жесткие. Шипы, шипы есть. Шипы мы видим прямо отчетливые, сантиметры, причем и на молодых побегах, и на зрелых ветках. Причем на зрелых ветках шипы, видите, где-то примерно даже 2 сантиметра. Растение с шипами, хотя, опять-таки, это неустойчивый профилогический признак, но тем не менее, шипы присутствуют. Между узле средние. Растение крона очень-очень красиво, прямо стоячее, обильно облиственное. Растение красивое. Листья темно-зеленые, насыщенного зеленого цвета, прям-таки плотные, жесткие, глянцевые. Молодые приросты, светлые, зеленые, очень-очень-очень красивые. Лист широко-ланцетный. Черешки, 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 короткие, я бы сказала. Опять же, я смотрю на самые большие листья, да, я бы сказала, что достаточно короткие черешки, и крылатки у них узкие. Мандариновые. Размер листьев смотрим. Итак, лист у нас получается 10 сантиметров по длине и шириной 4 сантиметра. Мы смотрим примерно ориентировочно, да, где-то от 8 сантиметров до 11-12. И шириной примерно 4-3-4 сантиметра. Это у нас потрясающие ароматные листья. Сейчас понюхаем, как они пахнут. Ой, а запах у листьев прям натурально мандариновый. Очень вкусно, ароматный. Мало того, что ароматные листья, они действительно бесподобные, они глянцевые, они жесткие, они прям как будто нарисованные такие вот настоящие, знаете, какие прям плотные-плотные, очень красивые листья. Помимо этого у него обильное весеннее цветение белыми, ароматными, очень ароматными белыми цветами. И в результате чего получаются очень крупные вкусные плоды. Плоды один из самых крупных мандаринов. Действительно, очень-очень крупные фотографии мы приложим, потому что и размеры покажем, что это очень мощный-мощный-примощный мандарин. Форма у него от сплющенного до вдавленного шаровидного. Основание иногда с короткой шейкой, но обычно вдавленное и барусчатое. Вершина уплощенная или вдавленная, как я уже сказала. Вес плодов примерно, опять, в зависимости от размера растения. То есть чем меньше растения, то, конечно же, плоды мельче. Чем больше, крупнее растения, плоды будут больше. Если, опять-таки, он достаточно хорошо, обильно плодоносит, то есть если на растении очень много плодов, то плоды будут немножко помельче. Ну, например, вот там 150-200 грамм веса. Если, например, большое взрослое растение и плоды, они могут даже доходить весом до 300 и больше грамм. То есть достаточно 350 грамм, то есть достаточно такие крупные, мощные плоды. Кожура примерно темно-желтоватого-оранжевого, да, оранжевого оттенка. То есть варьируется в зависимости от степени спелости. Кожура достаточно толстая, умеренно прилегается, но она очень легко отделяется от мякоти. То есть очищается прям потрясающе. Поверхность умеренно гладкая, такая слегка шероховатая, даже бороздчатая, я бы сказала. И немножко бывает, бывает очень гладкая, бывает такая немножко грубая. Все зависит, опять же, от подвоя условия, климатических условий выращивания. То есть, опять же, как выглядит плод, это зависит от выращивания климатических условий. И зависит от подвоя, потому что подвой очень хорошо влияет на наш кинг. Дает немножечко другую форму и оттенок плодов. Мякоть темно-оранжевого, насыщенного цвета, очень нежная, структурированная. Сегментов примерно 12-14, которые очень легко отделяются. Ось крупная, полая, пустая в центре, внутри. Дольки разделяются пленкой, причем такая она тонкая, поэтому очень легко очищаются между собой долечки. Они очень-очень вкусные. Опять-таки, я повторю, что нежная, сочная, очень сладкая, мякоть насыщенная. Вкус очень богат у этого мандарина. Он напоминает даже оттеночный мандарин-апельсин. Очень насыщенный и яркий вкус. Обалденный, сочный, сладкий. И это все мандарин кинг. Действительно потрясающий. Он, сровидно, недавно появился в питомнике Оскар-синтере, буквально, наверное, года два. И завевал действительно большую популярность, потому что качество у него потрясающее. Плодоношение у него примерно с января по май. Опять же, все зависит от климатических условий произрастания. Опять-таки, зависит, когда цветет, потому что цветение может быть круглый год. Сорт поздний, но растение дает плоды, может давать круглый год. Опять же, все зависит от ваших условий выращивания, климатических условий. Прекрасно плоды держатся на дереве и не теряют свои вкусовые обалденные качества. Естественно, едят их преимущественно в свежем виде. Ну, опять же, кто-то может использовать для сока, кто-то еще для других питательных вкусных целей. Ну, а если взять с точки декоративности, то представьте вот такое потрясающе компактное, аккуратное растение на окошке. Да, оно еще и цветет, да, оно еще дает потрясающе огромные плоды. То есть, вот такой малыш может вырасти большие, вкусные, ароматные, сочные, сладкие. Невероятно, невероятно интересные плоды. Сорт редкий, уникальный, классный, обалденный. Рекомендуем Мандарин Кинг. И, конечно же, сейчас вам покажем всех по отдельности. Рекомендуем Мандарин Кинг. Номер 2. Номер 2. Короткий ствол. Штамп у них у всех короткий. Без изъян. Идеальный. Очень классный. Без всяких каких-либо отклонений. Это у нас номер 2, высотой он 40 см. Смотрим, крона. Крона просто пушистая. Очень красивый, компактный, аккуратный. Формировка будет потрясающая. То есть, вот такой пушистик. Действительно классненький. Номер 2. Обалденный. Очень красивый экземпляр. Это у нас номер 2. Номер 3. Так как прививки молодые, а вот у нас прививочная лента, она голубого цвета, уже отслаивается. Мы ее удаляем. Видите, как интересно? То есть, был пересажен. Вот из, скорее всего, даже 12-го горшка. Грунт совершенно отличается. 20-й. Смотрим, со штабом все отлично. Трелевка хорошая, штаб хороший. Это у нас номер 3. И смотрим 55 см высотой. Смотрим кронок. Аккуратненький. Растет по направлению вверх. Это у нас номер 3. Так. Это у нас номер 4. Это даже не рана. Это просто была ветка. Вот как здесь вот ветки. Здесь все прекрасно. Со штабом все хорошо. Номер 4. Молодые приросты обалденные. Высотой 50 см. Красавец. Потрясающий красавец. Вот. Номер 5. Номер 5. Все хорошо со штабом. Молодые приросты обалденные. 50 см высотой. Видите, ветки направлены вверх. Весь в колючках. Потрясающий красавец. Номер 6. Высотой 60 см. Потрясающий красавец. Там порядки. Конечно же, их просто невозможно описать. Их нужно пробовать. Но в магазине они не продаются. Добро пожаловать к нам. Выбирайте. Наслаждайтесь. Добрый день, дорогие друзья. И у нас мандарин Кинем. у него есть несколько названий гибрид, мандарин гибрид, он действительно гибрид, потому как это гибрид тангора кинг, мандарина кинг, которого мы вам показывали, и мандарина вайл оф лайф, если я правильно выражаюсь, я могу неправильно выражаться, замечательно, потрясающе. Добрый день, дорогие друзья, у нас в наличии мандарин кинг, обалденный, вкусный, классный, красавец, остался в единственном экземпляре, и мы вам про него сейчас расскажем. Классный красавец, это гибрид, гибрид мандарина кинг, который мы вам рассказывали, и мандарина вайл олифы, сорт обалденный, интересный, в Пакистане выращивается повсеместно, вообще просто считается супер классным мандарином, достойным и классным и вкусным, выращивается с удовольствием и в огромном количестве, плоды поставляются и продаются, но опять-таки у нас, по-моему, да, в магазинах как-то было видели, но не успели сфотографировать эту красоту, а попробовать, попробовали, действительно очень вкусный, сочный, сладкий и достойный сорт для выращивания. Гибрид создан в 1915 году в Риверсальском университете в Калифорнии, очень потрясающий, интересный, а главное, урожайный и продуктивный сорт. Растение достаточно сильно рослое, мы можем даже судить по этому экземпляру, но опять же сказать, что в условии горшка он огромным, конечно же, не будет, вот средней силы роста, с густой листвой, то есть листва у него, посмотрите, он весь-весь-весь зелененький, насыщенный, ветки, ветки, ветки средние, потолщение средние, направленные растущие вверх, маленькие шипы присутствуют в маленьком количестве, но опять же, это неустойчивый морфологический признак, но шипы, вот, шипы есть. Форма роста прямостоячая, с многочисленными, аккуратными, направленными вверх, восходящими кверху веточками, на которых есть в небольшом количестве, как я уже сказала, шипы, между узле средние. Вот такая красота. Листья среднекрупные, не очень крупные, то есть возьмем самый крупный лист, он примерно где-то у нас получается длиной сантиметров 10, то есть 8-10 сантиметров длиной и примерно, и примерно так у нас получается 4-5 сантиметров шириной. Темно-зеленый, насыщенный, обалденный, молодые приросты, светло-зеленые, вот мы наблюдаем их. Сейчас попробуем, какой же запах, запах аромат мандариновый, даже с какой-то приятной, приятной очень ноткой, очень приятная нота. Черешки, черешки короткие, а вот смотрите, какие шипы, хотя пишут, что сорт без шипов. Представляете, какой шип прям огромный. Черешки, я бы сказала, средней длины и очень-очень узкие. Вот опять же, если мы посмотрим, черешки, да, средней длины и очень узкие. Белые ароматные цветы появляются группами одиночной, они действительно очень обильно цветут, особенности весной, но она также зависит от климатических условий выращивания. Плоды получаются среднего размера, примерно где-то 4,5-9 сантиметров, округлые, слегка сплюснутые в основании, уплощенные, и вес у них варьируется. Опять же, в зависимости от того, насколько взрослое растение, насколько оно мощное, плоды могут быть, поскольку опять же обильное плодоношение, то если очень много плодов, то плоды могут быть среднего размера, где-то от 70 до 100-150 грамм. Если же мощное растение, оно может вынести огромное количество плодов, то плоды могут достигать 250, а то и побольше по весу, 250 грамм. Представляете, какие крупные, красивые, обалденные мандарины. Кожура очень гладкая, блестящая, тонкая, очень плотно прилегает к мякоть их, и при этом отлично чистится. Желтовато-оранжевого цвета, и иногда при полном созревании доходит до темно-оранжевого, с таким желтым оттенком. Мякоть очень смочная, очень сладкая, реальная, очень нежная, она какая-то даже немножко клементиновая, насыщенная, 9-12 сегментов, с тонкими пленками, темно-желтовато-оранжевого, очень приятная, такая янтарная, я бы сказала, вкус очень сладкий, с богатым ароматом. Опять же, возвращаясь к тому, что, как описать вкус, присутствуют какие-то даже ноты клементина, минеола, апельсина, вот что-то, нечто, потому что он действительно очень ароматный, и даже сложно сравнить, эти вкусовые рецепторы прям приятные, действительно очень приятные. Множество семян, то есть семян много, но это не мешает, потому что действительно плод обалденный, очень вкусный, сочный, сладкий, ароматный, и вот с таким легким, каким-то даже, опять же, клементиновыми нотами. Мандарин среднеспелый, созревает примерно с января по март, и прекрасно плоды держатся на растении. Цветет, как я уже сказала, в основном весной, но в зависимости от климатических условий он может цвести круглый год. Естественно, едят преимущественно в натуральном виде, поскольку это действительно обалденно вкусные плоды, сладкие, сочные, и является здесь альтернативой даже апельсиновому соку, поскольку, вот я говорю, что есть, присутствуют эти ноты, необычайно интересные, ароматные и вкусные. Ну, естественно, как декоративно, конечно, растение выглядит потрясающе, потому что, смотрите, какое оно вроде бы и компактное, и рослое, и при этом пушистое, и плюс, когда цветет обалденно, тогда еще висят сладу, очаровательный. Классный, сладкий, обалденный, в единственном экземпляре остался, его всегда разбирают вкусные мандаринки. Но смотрим, штамп низкорослый, но отличный, без всяких повреждений, идеальный, просто вот со всех сторон идеальный штамп, ровненький, аккуратненький, складненький, и вообще растение очень-очень красивое. Смотрим, 50 сантиметров высотой, классно сформирован. Очень красивый, обалденный, с молодыми приростами. А, кстати сказать, смотрите, молодые приросты при обилии яркого солнечного света имеют небольшой тип пурпурный оттенок, и поэтому могу сказать, что цветы, когда он цветет, при насыщенном солнечном свете, цветение будет тоже слегка пурпурным оттенком. Такая вот прелесть. Очень рекомендуем мандаринки, но очень рекомендуем вкусный, сладкий обалденный. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok